Доброе утро, глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представляю доклад «Взгляд дерматолога на проблему онконастороженности». Дерматолог наряду с другими узкими специалистами, врачами общей практики, терапевтами, семейными врачами, находится на первом уровне в структуре оказания онкологической помощи. Наши пациенты, когда обнаруживают у себя на коже какие-либо высыпания или новообразования, чаще всего попадают на прием к дерматологу. В связи с тем, что большое количество нозологических форм, дерматологических, большое количество новообразований кожи, с этим связано и затруднение в дифференциальной диагностике. Я постаралась вот так объединить формы участия кожи в опухолевом процессе. Это когда кожа является источником первичного доброкачественного или злокачественного роста, когда это метастатические поражения кожи, генодерматозы и паранеопластические дерматозы. Если кожа является источником первичного доброкачественного или злокачественного роста, чаще всего на приеме у дерматолога бывают пациенты с базально-клеточным раком кожи, плоскоклеточным и меланцитарным образованием. В структуре этих образований базально-клеточный рак кожи встречается чаще всего. Метастатические поражения внутренних органов. Здесь попадают на прием к дерматологу пациенты с кожными метастазами рака молочной железы. Это порядка 14% пациентов с метастазами рака легких. Слева представлен на слайде вот такой пациент, который недавно пришел на прием к нам. Диагноз удалось верифицировать морфологически. Кожные метастазы желудка и меланомы. Справа, то есть клинически верифицировать такой метастаз достаточно сложно. Генодерматозы. Чаще всего это нейрофиброматоз, синдром горлина-гольца, синдром диспластических невосов и синдром множественных гомортом. Паранеопластические дерматозы. Есть облигатные, есть факультативные. Чаще всего из факультативных это булезный пимфигоид приходит к нам на прием, дерматомиазид и приобретенный ихтиоз. Среди облигатных это акрокератоз псориазоформный базикса и черный злокачественный аккантоз. Акрокератоз встречается почти в 100% случаев при раке гортани. На что же обращает внимание в первую очередь дерматолог, из чего начинается наш прием? Это в первую очередь осмотр всей поверхности кожи. Что мы можем увидеть прежде всего, когда пациент уже к нам приходит? Это признаки хронического фотоповреждения кожи. Солнечная лентига, актинические кератозы, сибарейные кератозы, телеангиэктазии. Можно оценить цвет очагов поражения. Это чаще всего, если очаги поражения имеют коричневый оттенок, это меланцитарное образование и телесный цвет эпидермальный или опухоли придатков кожи. Также пальпация очагов поражения. Плотные, мягкие, глубина залегания. И пальпация периферических лимфоузлов. Также существуют излюбленные локализации опухоли. Условно, вот так вот я разделила. Лицо, волосистая часть головы. Это чаще всего базально-клеточный рак, плоскоклеточный. Лентига меланома, сибарейные актинические кератомы. В области век это фибромы мягкие, базально-клеточный рак кожи. И на красной кайме губ чаще всего располагается плоскоклеточный рак и меланома. На коже верхних конечностей лентигенозная меланома. Кожа груди и спины это сибарейные актинические кератомы, плоскоклеточный рак, базально-клеточный рак кожи. И на коже половых органов это эритроплазия кира, болезнь Буэна, плоскоклеточный рак. Что важно учитывать и о чем расспрашивать пациентам. Здесь вот так я сгруппировала на 5 пунктов. Имеет значение, когда появилась опухоль или новообразование. Для некоторых характерно появление в раннем детском возрасте, для других образований как раз характерно для пожилых людей. Это базально-клеточный рак кожи и плоскоклеточный. Хотя сейчас уже и пациенты младше 35 лет появляются на приеме, у кого есть базально-клеточный рак кожи. Сведения о болезнях членов семьи, наследственный характер, опухоли. Прошлые анамнез меланомы обязательно расспрашиваем пациента. Пациенты, которые получают иммуносупрессивное лечение. И обязательно профессию пациентов, связанную с хронической инсоляцией. Также обязательно определение фототипа. Их 6 всего. На этом слайде представлены первые 3 фототипа. Это те пациенты, которые наиболее чувствительны к ультрафиолету. У таких пациентов новообразования кожи будут более крупные. Невусы розового цвета. Преимущественно с дермальным или смешанным расположением пигмента. Для таких пациентов характерно появление беспигментной меланомы. Еще 3 фототипа. Это те пациенты, которые имеют среднюю чувствительность к ультрафиолету. Невусы будут более мелкие. С преимущественно пограничным смешанным расположением пигмента. Также учитываем предраковые заболевания кожи. Здесь 5 блоков. Чаще всего это заболевания, которые связаны с повышенной инсоляцией. Кератоз актинический и ксеродермопигментная. Ну и актинический хиелит. Трещина губы, лейкоплакея. И лучевые повреждения. Наши пациенты приходят после лучевой терапии к нам. За помощью. Оценка невусов. Важно определиться, что за пациент перед нами. Какое количество невусов располагается. Если это простые невусы, мы оцениваем количество. Более 50 простых невусов усиливает риск развития меланомы в 7 раз по сравнению с меньшим количеством. Диспластические невусы. Три и более диспластических невуса повышают риск развития меланомы. Ну такой достаточно простой, не только для дерматолога признак, как мы называем гадкого утенка. При осмотре всей поверхности кожи невусы мы обязательно сравниваем между собой. Если какое-то новообразование или невус по каким-то клиническим признакам не похож между собой, он и является гадким утенком. Такая родинка или такой невус требует более прицельного изучения. Индивидуальные факторы риска. Здесь вот пациент с врожденным невусом крупным. Это светлая кожа, первый, второй фототип, более 25 приобретенных невусов в течение жизни, наличие атипичных диспластических невусов, гигантские врожденные невусы, пациенты с иммуносупрессией, возраст старше 60 лет, меланома в анамнезе и постоянное или непостоянное ультрафиолетовое обучение. Посещение соляриев, естественно, это сейчас актуально очень, особенно молодежь это любит. По наследственности наличие меланомы у родственников и семьи, в которых два и более членов семьи имеют меланому или диспластические невусы, тоже попадают в группу риска. Вот такая небольшая схема ведения пациентов с меланцитарными приобретенными невусами. Если на приеме пациент, который не подходит ни под одну из пунктов по группам риска, то и после определения сигнатуры невусов мы не обнаруживаем никаких признаков гадкого утенка, такой пациент в дальнейшем динамическом наблюдении не нуждается. Если же у пациента есть хоть один из признаков, указанных на слайде, далее мы определяем сигнатуру невуса и рекомендуем пациенту проведение ежегодных профилактических осмотров. Если при очередном осмотре выявляется какой-то невус, который не похож на все остальные, далее мы исключаем меланому или диспластический невус. Тут уже мы работаем с нашими коллегами-онкологами. Также в арсенале дерматолога и не только дерматолога есть цифровое картирование невусов или паспорт кожи. Это нужно и важно для тех пациентов, которые входят в группу риска. Ну и, конечно же, дерматоскопия. Теперь дерматолог и уже теперь онколог, наверное, на приеме не представляется без такого микроскопа. Это хороший неинвазивный метод, который позволяет визуализировать супэпидермальные структуры. Единственное, конечно, когда мы пишем описание дерматоскопии, хотелось бы видеть, какой это был дерматоскоп иммерсионный или безиммерсионный, потому что картинка немного разная, то, что мы с вами наблюдаем. Дополнительные методы диагностики, которые мы не должны забывать и использовать, это цитологическое исследование, УЗИ на аппаратах экспертного класса и когерентная оптическая томография. Вот это такой важный слайд, он простой, но важный. Это обучение пациентов самостоятельному обследованию, чтобы оно проводилось в хорошо освещенном помещении, с большим зеркалом. Желательно, чтобы это было ежемесячно и ежемесячно, особенно если у пациентов имеется один из факторов риска, о котором мы говорили ранее. Вот такой вот слайд интересный есть. Выявление меланомы у мужчин и у женщин происходит немного по-разному. Мужчинам требуется доктор или супруга, женщины чаще выявляют самостоятельно какие-то новообразования кожи. Что же важно, профилактика или лечение? Ну, конечно же, профилактика. И обязательно пациентам на приеме мы всем рассказываем о ультрафиолете, какой он бывает. Ультрафиолет типа А и Б. Какие повреждающие моменты бывают. Ультрафиолет типа А – это тот ультрафиолет, который находится в фоновом режиме, проникает более глубоко в дерму. Ультрафиолет типа Б – тот тип ультрафиолета, который вызывает загар. Но помимо загара, ультрафиолет вызывает и вот такие повреждения кожи. Это фотодерматозы, фотостарение, фотосенсибилизация, фотоканцерогенез и нарушение пигментации. Что могут современные солнцезащитные средства? Предотвращение выработки супрессора раковых заболеваний. Это доказано в клинических исследованиях. Экспрессия генов, задействованных в реакции на окислительный стресс. Наши пациенты очень активно пользуются интернетом и часто нас теперь расспрашивают, а что же должно быть указано на упаковке солнцезащитным средством. Это обязательно фактор SPF, нам известный, и PPD, который отражает уровень защиты от ультрафиолета типа А. Работу с пациентами о повреждающем действии ультрафиолета мы проводим постоянно. Объясняем им, в какое время нужно или не нужно загорать, как наносить солнцезащитный крем, как часто. Выбираем время нахождения на солнце. Напоминаем им о ношении головных уборов и одежды. Вот такой пример. На приеме у дерматолога недавно пришла девушка. Пришла она не с проблемой образования, а по поводу обострения атопического дерматита. И при полном осмотре мы обнаружили у нее новообразование на спине. Вот клиническая картина и дерматоскопическая. Такая пациентка была в тот же день отправлена к онкологу. То есть речь идет о том, что пациента мы должны полностью раздевать, даже если он предъявляет жалобы совсем на неновообразование кожи. Ну вот такой резюме. Дерматолог обязательно должен проводить полный тщательный осмотр кожи, оценивать существующие невусы с учетом наследственных факторов, пола, возраста, каждого пациента, профессии, образа жизни. Обязательное использование современных методов диагностики, дерматоскопии. Это обязательно для дерматолога. Обучение пациентов методикам самообследования. И беседа с пациентом, конечно, о повреждающем действии ультрафиолета. Спасибо за внимание.